Точечная ликвидация. Израильская армия принимает на вооружение новый вид беспилотников. Они позволяют уничтожать террористов в городе без бомбардировок и жертв среди мирного населения. Подробнее о достижениях израильских конструкторов расскажет Сергей Услендер. Выглядит новое изобретение как обычный дрон. Актокоптер, если 8 несущих винтов, или квадрокоптер, если 4. Такие сейчас повсеместно используются для разнообразных нужд, но израильские оружейники совместно с американскими коллегами сумели приспособить его для военных целей. Они сделали специальные крепления, чтобы на беспилотник можно было устанавливать стрелковое оружие, например, пулемет или легкий гранатомет или даже пистолет, и наладили систему стабилизации, чтобы компенсировать отдачу от стрельбы. Такая машина идеально подходит для точечных ликвидаций, особенно в условиях города. Израиль вновь подтвердил свое лидерство в области разработки и использования беспилотных систем, особенно в военных целях. Теперь в армии еврейского государства беспилотники обязательны уже на уровне роты. Таким образом, армия реализует концепцию, согласно которой военные должны как можно меньше вступать в непосредственный контакт с противником. Командир роты может запустить беспилотник, у него есть группа, которая занимается этим, и увидеть то, что мы говорим, то, что находится за углом, за углом, за холмом, или даже в некоторых случаях при определенных системах технологических можно увидеть, что есть и в комнатах тоже. Собственно, новый беспилотник, названия, кстати, у него пока еще нет, как раз из семейства именно малых систем. Конечно, ликвидировать террористов при помощи дронов идея не новая. Те же американцы в Афганистане охотились за главарями Аль-Каиды при помощи своих хищников еще 20 лет назад. Но это были большие машины с тяжелым вооружением, как правило, управляемыми ракетами. Новая система, оснащенная, например, пулеметом или автоматической винтовкой, повышает, как говорят, военные избирательность поражения. То есть для того, чтобы застрелить одного боевика, не нужно сносить целый квартал или деревню. Это особенно важно в условиях именно Ближнего Востока, где в городах густая и хаотичная застройка, и, как правило, вокруг очень много мирных жителей. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.